Вообще роль женщины не помешает мужчине стать тем, кем он может стать, кем ему дано Своим пелением, своим захождением на его территорию Ведь чем более мы слабые, тем больше мужчине хочется о нас заботиться Больше хочется нас защищать И больше хочется сделать самому, достичь чего-то, порадовать нас Когда женщина говорит «я сама, я сама, я сама» Ну и делай сама А потом почему-то женщины говорят «А почему он больше так не ухаживает за мной? А почему он не радует меня? А почему он не решает какие-то вопросы? Ну потому что мужчина уже ушел в сторону, он понял, что ты можешь, все, соба. И я вот смотрю по своему жизненному опыту, мне 50 лет, и ко мне приезжают разные женщины, не только из России, но и из-за рубежа. И везде, в принципе, один тот же эффект, 85% разводов. И женщины оставляют, и, как правило, говорят, ну вот он уходит к молодой, очень маленький процент мужчин уходит к молоденьким, это очень маленький процент. Уходит даже к женщине старше, ну просто к другой, та, которая им восхищается. Мы же хотим, чтобы нами воспрещались мужчины, но им так же хочется. Но только чтобы ихними мужскими качествами. А это невозможно сделать, если мы равны, если у нас все одинаково. Ведь равенства нет ни в работе, ни в дружбе, но как это может быть в любви? Это прекрасное неравенство. Я всегда была счастлива, что я родилась женщиной. У нас больше преимуществ. Я вот вам не в присутствии жены скажу, что я очень люблю свою жену. И я ее люблю даже больше, чем когда я ее увидел. А когда я ее увидел, она была необычайной красавицей вообще, юной и ослепительной. И вот сейчас, когда мы уже, в общем, пожилые люди, я ее люблю еще больше, чем в юности.